а у вас там какие-то робкие аплодисменты начинались. Давайте поприветствуем начало презентации Алтайского края по-настоящему. Просьба, уважаемые коллеги, еще и свободные места их занимать и приступаем к работе. Так, организатор, да, помогите там еще расист, кто опоздал или припоздал. Начинаем работу. Я сразу хочу объявить регламент нашей работы. Мы договорились с руководством Алтайского края о том, что сначала мы выслушаем все доклады приветствия, а потом одновременно зададим вопросы и вопросы от участников презентации, от прессы. В эту часть мы совместим. Итак, я хочу попросить взять слово Сергея Николаевича Катырина, президента ТПРФ. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые коллеги, добрый день. Мы рады вас всех приветствовать в стенах Российской торгово-промышленной палаты. Прежде всего, естественно, наших гостей дорогих. Александр Богданович Карлович, губернатор края, его коллег. Я знаю, что здесь присутствуют и представители законодательной и исполнительной власти края, наши депутаты, я имею в виду уже федеральное собрание, представители федеральных органов власти, законодательные и исполнительные. Ну, естественно, наши представители средств массовой информации, которые, я надеюсь, объективно осветят то, что у нас сегодня будет здесь происходить. У нас, наверное, каждый регион Российской Федерации необычен по-своему. Алтайский край, на мой взгляд, регион весьма и весьма уникальный, с интересной историей, с интересной историей освоения этого края, мне кажется, весьма и весьма интересным и перспективным сегодняшним днём. В первую очередь, конечно же, как и везде, главное – это люди. Это те, кто живут в этом крае, замечательные люди, которым многое удалось сделать и в прошлом, и которые очень многое и, на мой взгляд, весьма успешно на некоторых направлениях делают сегодня. Крайне обычайные, в первую очередь, географические. Может быть, поэтому сегодня один из самых привлекательных с точки зрения туризма. Это отмечено в том числе и наградами. Я сейчас точно не помню, приступ называется, за лучший регион для путешествий, что-то типа такого, да, который уже край неоднократно получал на федеральном уровне. Это видно и по потоку туристов, по потоку отдыхающих и потоку тех, кто хотел бы поправить своё здоровье. Сегодня, как мои коллеги мне рассказывали, на 90% заведения такого рода заполнены даже в мессознании. В сезон вообще сложно пробиться, и даже вот губернатор жалуется на то, что не всегда ему удаётся место добыть для своих друзей, когда наступает сезон. Но это действительно так, потому что и объективная информация, которая у нас есть по линии наших туристических ассоциаций, статистики, показывает, что это действительно неуклонный поток, который растёт год от года. Край, конечно, удивительный с точки зрения истории развития села и того, что там производится. Ну, я думаю, те, кто знаком с историей края, знают, что англичане со старых времён, дореволюционных, охотились за сливочным маслом, которое производилось в этом регионе, за твёрдыми сортами пшеницы, за продукцией, которая, так сказать, производилась в этом крае. Но и сегодня это продукция, которая популярна не только в России, но и далеко за её пределами. То, что касается твёрдых сортов, даже признанные, извиняюсь за выражение, макаронники итальянцы покупают макароны в Алтайском крае. Ну, это факт, который имеет место быть. Наверное, много о чём можно было бы рассказать в этом замечательном крае. Есть и промышленность, есть и тяжёлый машиностроение. Ну, в общем-то, наверное, есть всё. Но об этом, я полагаю, мои коллеги, руководители различных ведомств и компаний с Алтайского края рассказывают лучше. Мне кажется, что сегодня есть возможность ещё и некие итоги пятилетнего периода подвести. Потому что пять лет назад здесь, в здании торгово-промышленной палаты, проходила презентация Алтайского края. И сегодня, конечно, и по цифрам, и по достижениям видно, какой огромный шаг сделал Алтайский край за эти пять лет. Мне хотелось, конечно, пожелать, чтобы мы сегодня интересно поработали, узнали о новых начинаниях, о достижениях Алтайского края, ну и, естественно, о предложениях для наших инвесторов. Мы пригласили сюда и представителей инвестиционных фондов, представителей банков. По-моему, для них тоже будет интересно, что есть такого, во что можно уложить средства, инвестировать в Алтайском крае. Я хочу пожелать успехов всем нам в нашей сегодняшней работе. Спасибо. Я прошу взять слово губернатора Алтайского края, Александра Богдановича Карна. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Николаевич, уважаемые коллеги, я хотел бы выразить слова искренней признательности руководству торгово-промышленной палаты России за предоставленную нам возможность провести очередную презентацию Алтайского края. Я считаю, что пятилетний формат – это достойный временной формат, когда можно проверить себя в том числе в отношении обоснованности, реалистичности тех или иных планов, проектов. И с точки зрения позиционирования наших идей, наших представлений о дальнейшем социально-экономическом развитии нашего региона. Торгово-промышленная палата для Алтайского края, по крайней мере, и надеюсь, что и для многих других регионов, площадка интересная. И пять лет назад мы здесь позволили себе порассуждать, и кое-кто наши планы квалифицировал как амбициозные о том, что мы должны сделать в ближайшее время и на среднесрочную перспективу, чтобы Алтайский край занял более достойные позиции на экономической карте России современной. Мы имеем целый ряд уникальных возможностей, не буду о них и особенностей о них говорить, мы все прекрасно друг друга здесь знаем. Я бы просто хотел обозначить, что наш регион относится к той когорте регионов России по числу и, наверное, по населению, которое проживает в наших регионах. Мы все же составляем большинство российское. Мы не имеем серьезной сырьевой составляющей в своей экономике сегодня и не планируем на среднесрочную перспективу развиваться именно в сырьевом компоненте. Хотя у нас есть и добывающая промышленность, мы возродили гурнодобывающую промышленность, мы традиционно были второй площадкой в стране по производству, по добыче и производству светлых металлов. Сегодня этот сегмент у нас также присутствует. Но мы можем себя назвать классическим несырьевым регионом России. И в этом смысле считаю, что опыт Алтайского края носит такой характер типический и может быть использован нашими коллегами в других регионах. Также, я абсолютно в этом убежден, к нашему опыту должны более пристально присмотреться и федеральное наше ведомство экономического блока для того, чтобы понять, что поддерживать надо регионы классические по своему экономическому раскладу по значительной доле сельского населения, что чрезвычайно важно во всех аспектах и в экономическом, и в гуманитарном, и в политическом, мы с точки зрения собственной самоидентичности, нужно к этим территориям очень внимательно присматриваться. Поэтому нам есть сегодня, Сергей Николаевич, что доложить. Мы хотели бы поделиться опытом кластерного и территориального развития в экономике. Мы сегодня говорим о серьезном развитии нашего аграрного, агропромышленного кластера. При этом рассматриваем здесь не только сельское хозяйство в узком смысле этого слова, растеневоческая отрасль, 6,5 миллионов гектаров пашни. Догладываю, что сегодня в Алтайском крае ни одного гектара из этого пашенного клина, самого большого в стране, не оставлено без земледельческих рук, без нашего внимания. Вся земля обрабатывается. В целом по Сибири, не в Алтайском крае сегодня 950 тысяч гектаров требует внимания от земледельцев. 9 лет назад, когда мы начинали работать с этой командой в Алтайском крае, полмиллиона гектаров пашенных земель не обрабатывалось. Сегодня эта проблема решена. Поэтому у нас сегодня задача не экстенсивно развивать земледелие. Здесь же все, ресурсы исчерпаны, улучшать интенсивность земледелия и активно развивать животноводство. И на этом строить современную пищевую перерабатывающую промышленность. Мы сегодня имеем самое передовое в стране мукомольное производство и, соответственно, самый большой объем произведенной муки в стране из малого полтора миллиона. 1 миллион 470 тысяч тонн высококачественной алтайской муки произведено в прошлом году в Алтайском крае. Мы регион лидер по производству твердых сыров и вообще сыров. В России каждая шестая головка сыра российского алтайского происхождения. Мы занимаем очень серьезные позиции по производству. Круг макаронных изделий, продукции переработки мяса и так дальше. Сегодня мы активно заявляем о себе как на регионе, имеющем большой потенциал для импорта замещения в сфере производства продуктов питания. При этом упор делаем на продукты питания для целевых потребительских аудиторий, для лиц с ослабленным здоровьем, детского питания, питания для тех, кто систематически занимается спортом. Сегодня мы имеем в Алтайском крае пионерский кластер, алтайский биофармацевтический. Он, кстати, находится в перечне инновационных кластеров, утвержденных правительством, кластеров, которые могут рассчитывать на первоочередную государственную поддержку. И вот буквально на днях мы получили такое доказательство. Первые 59 миллионов рублей федерального бюджета мы получили на поддержку развития Алтайского биофарм-кластера. Сегодня здесь будут более подробно об этом говорить. Мы имеем кластеры из хозяйственного машиностроения сегодня активно развивающиеся, энергетического машиностроения. У нас активно развивается транспортное машиностроение. Алтайский вагоностроительный завод сегодня занимает вторую и третью позицию в стране по производству грузового и железнодорожного состава и первую позицию по уровню технического и технологического оснащения. Сегодня Алтайский край, Сергей Николаевич, совершенно справедливо отметил, туристический регион. Наш бренд в этом смысле уже понятен и узнаваем для широкой потребительской аудитории. Мы сегодня активно тремя очень интересными проектами присутствуем в федеральной целевой программе развития внутреннего и въездного туризма и активно предлагаем площадки для потенциальных инвесторов. Сегодня Алтайский край представляет из себя регион с очень серьезным инновационным потенциалом. Мы имеем развитое образование, в том числе и высшее профессиональное образование. Мы сегодня активно взаимодействуем с академической наукой, создаем новые научные центры. Мы буквально на днях получили решение о создании у нас в Белокурихе филиала научно-исследовательского института курортологии. Это как раз говорит о развитии этого направления в нашей деятельности. Мы сегодня имеем в Алтайском крае наработанную практику серьезной поддержки бизнес-проектов, значимых для экономики и социальной сферы Алтайского края и его инфраструктуры. Мы активно взаимодействуем с нашими крупнейшими естественными монополиями национальными, занимаемся газификацией территории, развитие транспортного комплекса. Это создает дополнительные стимулы для привлечения инвестиций. И в этом смысле инвестиции у нас работают. Даже в этом непростом году темп прироста инвестиций в экономику Алтайского края составляет 25% по итогам первых девяти месяцев работы экономики региона. Таким образом, мы сегодня говорим, что многое из того, что мы квалифицировали как планы и проекты пять лет назад. Сегодня это экономические реалии Алтайского края. Но мы на этом не останавливаемся. У нас есть еще более интересные, более амбициозные задумки и проекты. И я абсолютно убежден в том, что они реализуемы при той систематической поддержке, которую мы получаем от федерального центра, при том уровне взаимного доверия и взаимного уважения и интересов, которые мы создали в наших взаимоотношениях с бизнесом. Бизнесом и крупным, бизнесом и малым, и средним. И в этом смысле наша региональная торгово-промышленная палата и наша систематическая работа с федеральной торгово-промышленной палатой является одним из условий создания такой правильной и современной деловой атмосферы. Поэтому я приглашаю всех к активному участию в нашей сегодняшней презентации. И хотелось бы надеяться, что презентация послужит для многих из вас дополнительным толчковым стимулом к тому, чтобы более внимательно ознакомиться. Мы такую возможность даем с нашими проектами. Мы приглашаем вас посетить Алтайский край, желательно, с деловыми целями. Если нет, то хотя бы со здоровительными, туристическими, познавательными. Это тоже будет полезно. И дальше развить наше взаимодействие. По крайней мере, мы будем делать все от нас зависящее, чтобы оно было содержательным и полезным. Спасибо. Сейчас предлагается посмотреть реально те красоты Алтайского края и те предложения, которые будут продемонстрированы в фильме, о которых говорили выступающие. Пожалуйста. Алтайского края и теория. Алтайского края и теория. Продолжение следует... 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 Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Я думаю, что вы все согласитесь, что очень содержательный фильм от широкого спектра экономики до инфраструктуры. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. А сейчас я бы с удовольствием предоставлю слово члену Комитета Совета Федерации по экономической политике, представителю от исполнительного органа государственной власти Алтайского края Щетину Михаилу Павловичу. Играет музыка. 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 Играет музыка.